Возможно, вспышкой инфекционных заболеваний заговорили медики Львовам. Причина – пресловутый мусор, который месяцами не вывозится из города. Кого врачи просят о помощи и кто готов ее оказать, Галина Якушко расскажет. У Натальи двое детей, младшему сыну 5 лет. Ребенок болел редко, рассказывает женщина. Но последние несколько месяцев его постоянно мучает кашель. Десятки врачей и обследований причину заболевания до сих пор не установили. Наталья уверена, причина кашля – мусор. Если сметан лежит на улице, его много, оно гниет, бегают щурки по улице. Есть какие-то микроорганизмы, которые, возможно, причиняют такие инфекционные заболевания. Власне, дыхательных шляхов. Потому что, если выходишь, реально смотрят. Ну, то уже пару недель, если не вывозят, то уже сколько приходят, то и нет. Почти все контейнерные площадки во Львове переполнены отходами. Уже месяц не вывозят. И так решили. Здесь все и бегают. В самом центре, бля самой церкви. Мусор во дворах, возле школ и детских садов. Не вывозят его даже с территории больниц, где должны соблюдаться особые санитарные нормы. Поэтому медики всех горбольниц пришли к губернатору. При подвышении температуры повитра, по науке, говорит, от плюс 8 и выше, подвышивается риск поширения инфекционных заболеваний. После вмешательства губернатора мусор из Львова начали вывозить на полигоны области. Хотя договариваться об этом, говорит Олег Синютко, должен не он, а мэр садовый. Впрочем, пообещал и дальше держать ситуацию на контроле. Мы обратились к городской рады, чтобы они дали информацию о выполнении решений комиссии с независимых ситуаций. Как только поступит такая информация и будет необходимость, мы снова отключим комиссию с независимых ситуаций. Сам Андрей Садовый в своем еженедельном пятничном видеообращении к львовянам снова снял с себя вину за ситуацию в городе. Дескать, блокады не прекращаются. Руководители областных полигонов по-прежнему не дают согласия на прием львовского мусора. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер-Львов.